Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планета дзюдо! Я Роман Карасьев, Владислав Макаров, исследователи боевых искусств, снова в эфире. После непродолжительного трудового дня. Непродолжительный у нас был, да, такой турне очередной по городам России. И сегодня мы хотим обсудить, рассказать наши впечатления об этом туре. Это второй наш такой опыт по территории России в рамках проекта «Боевые искусства, здоровье и сберегающие технологии». И он такой совмещен, как бы вышел из проекта совместного журнала «Мурзилка». Это проект воспитания культуры человека через комплексное развитие средствами физической культуры. То есть у нас много проектов, которые мы пытаемся... Нет, почему? Мы не пытаемся, а мы делаем. Мы реализуем. Да, но еще один проект, но мы уже об этом говорили, это было достижение. Достижение. Но это все, как бы, вот оно выходило одно из другого, в конце концов, одно другое вытягивало. Наверное так, потому что невозможно сделать чайник, не начав добывать глины. Может быть, может быть. Может быть и можно, Влад говорит. Можно сделать чайник без глины. Плосмос. Это гипотеза. Ну, хорошо. Я возьму в руки управление и первый вопрос у меня к участнику туры по городам России. И озвучу города, которые мы проехали за 11 дней. Ну, в которых мы побывали с точки зрения... Практикования. Практикования. Практик. А то, что мы проехали мимо сел, городов, поселков, деревень и так далее, их много, мы многие не запоминали. Нет, они без названия. Это же и без людей. Многие даже были без названия и без людей. И в общей сложности маршрут составил у нас протяженность за 11 дней составила 2500, там, с чем-то было. Города, где мы практиковали Владимир, Владимирская область, Казань, Республика Татарстан, Йошкар-Ала, Республика Мариэл, Московская область, Киров, Кировская область и Ивантеевка, Московская область. Сегодня вот как раз таки завершился вот этот тур уже. И сегодня день рождения журнала Мурзилка. 97 лет журналу. Наливай, да? Наливай. Так, а мы, подожди, мы сделаем сейчас волшебное насчет. Ритуал? Ритуал. Три звонка. Первый звонок. Второй звонок. 97 лет, да? Вот. И сейчас мы поднимем бокалы за Мурзилку. Мурзилка, будь здоров. Ничего. Не всем бы нам... Столько, да? Столько. И что самое удивительное, все спрашивают, а что журнал еще есть? Еще Мурзилка живая. Да. Ну, многие спрашивают. Пожалуйста. Вопрос. Вопрос. А вот попробуй, как мы вот сегодня практиковали и начали заметить. Сам вот так просто закрой глаза и отследи весь маршрут без вопросов. Ну, на самом деле, я удивлен, что вот так можно взять и сделать, скажем так. Потому что недалеко как март был, то есть по югу проехали, а с 3-го, получается, мая уже такие грота. И, в принципе, что мне хотелось чем бы поделиться, так как дорога большая, и вроде мы и практикуем здоровье и сбережение, и должны сами эти принципы уже соблюдать. И поэтому максимальная эффективность с минимальными затратами, да? И мы останавливались, не надо было на машине гнать, чтобы уже руки-ноги тряслись, то есть перекусывали. И много, очень много людей. Ну, опять, я и в тот раз говорил, и нет, такое ощущение, что я так повторяюсь. Или надо как-то их сравнивать, два тура. Ну, это как один проект, получается, а это первый этап, а это второй. Ну, планируется третий этап. А что, может быть, тебя особо тронуло в этом втором, как бы, туре? Или, может быть, второй тур раскрыл тебе какие-то другие взгляды? Нет, ничего не раскрыл, нет, и не закрыл, скажем так, и не торкнуло. Просто частая смена. Ты не знаешь, где будешь спать. Вот это он. Да, спать ладно, где ты проснешься утром. Вот это как, из таких. Ну, и на стыке тоже, скажем. Ученив Владимир Николаевич провел мастер-класс. Вот так, в душевной беседе посидели, с ученицей его посидели, и люди отзывчивые очень. Да. Ну, надо всех тогда перечислять, скажем так, чтобы никого не обидеть. Ну, давай всех перечислили. Ну, ты перечисляй, я что-то. Я перечисляю. Ну, хорошо. Так, я в кадре. Так, мы. Город Владимир. Клуб дзюдо 88. Так называется. Это клуб, основанный Василием Васильевичем Смолиным. Многие его знают. Очень известный клуб по Владимирской области реализует проект очень такой мощный, да, это проект президентских грантов, мы узнали. И вот этот клуб дзюдо 88, который находится в городе Владимир. Дальше мы, значит, это Казань. В Казани у нас была, значит, насыщенная программа, больше всего дней мы там находились, да, три ночи. Это была, значит, во-первых, мы благодарим центр рукопашного боя Лекки 116 и Тарлана, руководителей этого клуба, и Мурсала, тренера этого клуба, которые дали нам возможность, да, предоставили возможность, во-первых, разместиться у них в клубе, ночевать там, и доверили нам проведение занятий. В рамках нашего вот этого проекта, здоровье, боевое искусство, здоровье, сберегающие технологии. Потом был клуб, казанский клуб дзюдо, так называется он, Руслан, тренер. Очень энергичный, интересный человек, энтузиаст в его дело, развивает. Бег. И бег, и все. В общем, все, как говорится, все методы физической культуры. Все. Он и... А он военный. Он у него тоже. Да, он говорил, что он военный. Но это не мешает в то же время ему заниматься именно вот этим вот вопросом, знакомить детей с различными видами физической культуры, методами, да, внедрения. Ребята там и дзюдо, самбо, ну и, соответственно, они бегают, прыгают, походят там. В общем, много чего интересного. И по-домашнему там. Они реализовали, вот мне понравилось. Ховры постелили, и тапочки не использовали. Мы это пропали, это покрытие. И мне очень понравилось. Да, там очень так все по-домашнему. Руслану большое спасибо тоже, что принял нас, что дал возможность, так сказать, доверие. Амакосе в нашу сторону сделал. Мы, в свою очередь, тоже Амакосе ему. Постарались никого, как говорится, сколько зайцев было, столько и осталось. Нет, ну, Мурзилку-то вручали всем клубу. Ну, это да, это вот чуть-чуть сейчас позже про Мурзилку мы скажем. Дальше, что было тоже интересное в Казани. Ну, во-первых, посмотрели турнир «Большой шлем» в Казани. И я, по крайней мере, не знаю, как Влад, все-таки убеждаюсь в направлении верном, в котором двигаемся в реализации проекта «Боевое искусство, здоровье и сберегающие технологии». Потому что видно, что все-таки вот такого рода соревновательная деятельность, где важным является не столько, как мне показалось, демонстрация техники, сколько просто победа любой ценой. И зачастую это было видно, ребята получали травмы. Ну, как бы есть такое. Мне так кажется, что все-таки это не совсем хорошо, тем более, что многие из них совсем молодые, юные, талантливые. Да, не по ценой, да, вот это вот. Ну, ценой бота, это понятно, да. А вот ценой уже здоровья. Во-первых, ну, как бы желание было выиграть, выиграть. А сегодня все турниры по дзюдо коммерческие, в основе своей, значит, выиграть – это заработать деньги. Деньги, конечно, хорошо зарабатывать, но надо все-таки думать о здоровье. И надо бывает так, что заработанных денег не хватит на то, чтобы восстановиться. Но это ладно. Ну, вот, в Казань на турнире «Большой шлем» побывали. Мы встретились там с Ельчининовым Владимиром Николаевичем, заслуженным тренером России. И он изъявил желание провести с нами несколько дней. Значит, мы попросили его также провести урок, открытый его в центре рукопашного боя «Лейки-116». И тоже все были очень довольны. И каждый день такие известные мастера приезжают и показывают что-то там, свои, какие-то наработки интересные. Вот, провели хорошо с ним время, он много чего интересного рассказывал. Правда, мы на видео это не записывали, наши беседы. Мы только его уроки записали, есть на планете дзюдо. Кстати, все наши уроки тоже есть на канале «Планеты дзюдо» во всех клубах. А потом мы тоже, он поговорил со своей ученицей, Зульфия Гарипова. И мы сделали небольшой еще марш-бросок 100 километров до города Волжска. И там были детские, юношеские соревнования. Там как раз находилась Зульфия Гарипова. Это ученица Владимира Ильича Нинова, участница Олимпийских игр 96-го года, 7-й мест там была. Это интервью с ней тоже есть на канале «Планеты дзюдо», мы там делали. Мы с ней беседовали, в общем, провели тоже целый день. Интересно, позитивно, познавательно. Передаем привет. Зульфия, спасибо за встречу, за рассказы, за интересное повествование. Это все-таки история, и она... История женского дзюдо. История женского дзюдо. Начало даже. Российского, советского женского дзюдо. Что хочется сказать дальше? Это клуб в Йошкар-Оле. В Казани трагедия случилась. Это мы уже увидим. Ну это потом, да. Давай мы не будем сейчас об этом, потому что это отдельная тема, наверное, для обсуждения. Почему, что и как, и для чего. Мы все-таки будем сейчас немножко позитивом в этом плане. Я хочу сказать, что мы доехали до Йошкар-Олы, до нашего друга. Тоже он много участвовал и в конференциях научных, которые мы организовывали. И присылает свои какие-то рекомендации, тексты по нашему интервью. Это Евгений Воробьев, методический центр Камикан и федерация Тэкэндо. Основатель данного направления, боевых искусств Тэкэндо, Владимир Камяк. К сожалению, ушедший из жизни очень рано. В 2008-2009 году. Но Евгений это его ученик. Он продолжает дело. Занимается с детьми и взрослыми. Он нас тоже принял. Благодарим. Вообще тоже очень хорошо. И мы разместились. И занятие было шикарно проведено. И он даже... Тут мы делали, что хотели. А тут он говорит, а вот это покажите обязательно. Да, да. Переворот. То есть здесь была заявка у него. Евгений, спасибо тебе. Привет и ребятам всем. Кто хочет сказать, в бане хорошо посидели там. Очень хорошо. Друзья великолепные. Желаем вам почаще встречаться в бане. Между собой. Да, между собой. Чтобы вы там, потому что вы сказали, что времени нет. Но время бесконечность. Может быть, просто не можете найти. Нет, надо внести в график. Внести в график. Да, распорядок меняет. Это есть последовательность действий. Когда вы вносите, и тогда жизнь становится даже непонятно прекрасной. Ну, понятно, что если график совсем перегружат, то это тоже плохо. Если там вообще пустота какая-то, то тоже хорошо. Да, а если что-то хорошо, но не совсем плохо, то это уже лучше. Кто тренер, да? Интервью такое есть. Я твой тренер. Это сноска может разместить. Мы его понимаем, поддерживаем. Азамата. Дальше мы с Яшкаралой погуляли там. Очень-очень хорошее, рекомендуем место, воссоздание различных архитектур, стилей, памятников. Это был для нас шок. Мы когда въезжали в Яшкаралу, и Влад там обалдел. Ну, мы же видели Кремль в Казани, да? Тоже. И тут опять снова красота. Ну, нас немножко огорчили. Сказали... Ослы. Нет, не в Казани. Ослы в Казани – это другая тема. Вопрос... Да, у нас были юмористические такие моменты. Огорчили в том, что такое хорошее начинание губернатора, да, или мэра Кирова, да? Нет, ну, даже Юшкаралы. А, Юшкаралы. Что вот он такое хорошее начинание начал делать. И не доделал. Не доделал, и в результате говорят, что он... Командировку идет. Да. На какое-то количество, энные лет командировки. Но вернется, дойдет. Какие проблемы? Время бесконечное. Ну, да. Вот, поэтому... Спасибо им большое, что... Ну, красиво очень. Да. Мы сделали фотографии, мы сделаем потом такую нарезку фотографии, да? Да. И тоже сделаем как бы видео, такой сюжет. То есть здесь не только вот по спортзалам мы там были, но и осмотрели культурные достопримечательности. Это вот и часть проекта вместе с журналом «Мурзилка», который мы делаем. Это воспитание культуры человека средствами физической культуры. Через комплексное развитие средствами физической культуры. То есть мы пытаемся, ну, как бы самовоспитываться через вот это все. Мы пытаемся познавать мир. Исследуем, исследуем. И учимся ставить ударение. Потому что следующее с Йошкарло мы перемещаемся в Тужу. По дороге в Киево, да. Да, это там краеведческий музей «Великолепный город». То есть они попросили как бы идею, мы им идею дадим. Да, Тужу. Это поселок городского типа Тужа. Тужа. А это нас поправили в интернете. 300 с лишним лет в обед. Хорошая была встреча культурная с директором музея прояведческого. Нам все показали, рассказали. Было все удивительно, хорошо. Замечательные люди живут. Видели много чего интересного? Деда видели. Да. Расскажи. Нет, это твой дед. Мой? Ну, так. А, ну это два раза дед. Один раз во Владимире ко мне подходят и говорят, дед, иди сюда. Ты про это? А второй раз уже реальный дед. Мы сидим в Туже, в кафе. Такое кафе очень хорошее. Влад захотел кушать. Купили борщ. Купили. Он переставал. Какую-то котлету там ему. Он стал кушать и тут. А рядом стол накрыт был. И мы спросили, говорим, а что? Стол накрыт там на четверых или на пятерых человек. Ну, что люди пришли, нам не ответили. И деда увидели. Да. И мы спросили, сколько лет деду. Нам сказали, деду 96 лет. Но вот... Молод журнал. На самом деле, это было просто удивительно. Я бы не дал 96 лет. Я бы вот не дал 96 лет. По-моему, виды было, может, где-то там 70-75. Ну, то есть, 20 лет, 25 точно ты можешь. Он как бы себя сбрасывает с виду. Потому что он зашел достаточно энергично. Сам никто его не держал. И туда, и сюда, и куда-то там чего-то. Живой был. Живой, так. Ну, такой, живой был. Ну, мы опять здесь, ну, как бы, там, договорились и позитивно. Просто мероприятие, он сын, поминки сына были. Ну, вот так. Да. Не совсем... Ну, как бы, жизнерадостный был. Да. Несмотря на это, он был жизнерадостный. Жизнь продолжается. Дальше мы перебрались в город Киров, где по рекомендациям Владимира Ельчанинова нас встретили в дворце единоборств богатыри. Это спортивная школа юности. Спасибо большое организатору мероприятия, Олегу Владимировичу. Это давний знакомый Владимира Николаевича Ельчанинова. Он по звонку, мы просто за день, да, где-то так, за два. За два. Прям с машины, прям с колес. Да, с колес прям звонили. И он говорит, все, встречаем, организуем. Сейчас я на рыбалке приезжаю, все сделаю. Ты все сделал? Вот это мне нравится. Сказал мужик. Мужик сделал. Но он не мужик, но организатор. Организатор, да. А видно, видно, что вот он такой. Я здесь душой тоже приехал, посмотрел, все. Хотя у него были преподавания в университете, он выбрался, приехал, все организовал. Дворец единоборств директор нас встретил, экскурсию провел. Центр этот дворец единоборств просто обалденный. Великолепный в Кирове. Просто обалденный. Были педагоги, все там, все мы провели, все довольны. Не походили как по залам, там, получается, там занятия идут, там занятия. То есть, наполненные жизнью. Да. Да, вятки привет. Вятка привет. Спасибо большое родителям Влада. Он скромный сидит. Вот тоже встретили нас, мы хорошо побеседовали и с родителями я познакомился, с Владом, очень душевные люди. В общем, было приятно. С Григорием познакомился. Вообще парень классный. Такие комиксы рисует. Очень здорово. То есть... Да, если кому надо оформить, если он что-то, парень рисует комиксы, вообще классно. Ну, не знаю. Надо с журналом Мурзи. Да? Все, решим. Знакомился. Григорий. Рисуй. Рисуй. Рисуй, не останавливайся. Мастерство оттачивание. Мастерство, правда. И самое интересное, что в поездке, что Киров раз, и приехали мы уже в один день. Для меня это тоже удивительно было. Путешествие из Кирова обычно на поезде. Приходилось до Москвы доехать, потом на вокзал, с вокзала в дом. А тут мы из дома вышли и в дом вошли. На машине ездили. Да, мы на машине путешествовали. То есть машина сокращает расстояние. Иногда на поезде он лучше, иногда лучше. Ну, у нас туры, поэтому на поезде не совсем удобно ездить, потому что мы ездим протестить. Мы даже, помнишь, остановились в каком-то месте, где отдыхали, кушали. Спросили у ребят, а что здесь у вас есть? А, мы увидим, у парня у него самбо написано. Оказывается, тоже какое-то село, поселок городского типа. Там самбо, он говорит, у нас очень сильная школа самбо, дзюдо. Самые верхки сильные. Мы согласились. Так как это было утром, а занятие вечером, поэтому мы не остались до вечера. И поехали дальше. Но вот есть некое развитие. Давайте так, мы сейчас пока делаем паузу. Нет, а следующее мы сейчас и завершим. И сегодняшнее мероприятие было в Дорде Ванкинхо. Роман любезно согласился и провел разминку. Потом и в конце образовательной части получили журнал. Музей, тренировка, смотрел на воспитанников клуба Кузнеца Айкидо. И посмотрел, мы же были в чужих мероприятиях, здесь были в своем мероприятии. И оно как завершающий такой, значит, это хорошая, приятная точка Московской области. Почему? Почему? Вот регион очень большой. Да, поэтому все замечательно. Конечно, есть какие-то такие дополнительные, может быть, выводы, размышления. Они будут отдачивать, но я вот со своей колокольни хочу сказать, что все-таки, несмотря на то, что... То есть про качество мы как-то обсуждали тему качества. Когда Кучев переходит в хаос? Нет. Когда Кучев переходит в хаос? Нет. Не та история, да? Нет, это не та история. Это не наш тренер. Я хочу сказать по поводу качества. Боевые искусства имеют, на мой взгляд, имеют несколько качеств, обладают несколькими качествами. Но по какой-то невидимой причине одно из качеств, вот именно так называемое здоровье-сбережение, оно почему-то находится... Ну, не совсем, я бы сказал, так оно как бы исчезает с лица земли, а оно просто за какой-то туманностью такой, андромеды. За туманностью. Почему? Потому что, допустим, при взаимодействии человека с боевым искусством, с любым боевым искусством передает ему качество, допустим, самозащиты какой-то. Такое вот, что тебя должны убьют, ты здесь, значит, отбиваешь, ты тут вот ломаешь. Такое. Это другое качество, которое передает боевое искусство. Но это тоже общепринятое, оно везде есть, это так называемое соревновательное качество. То есть ты, занимаясь боевыми искусствами, ты как бы вселяешься в процесс соревновательной деятельности, да? Оно передает тебе это качество такое свое. А вот, чтобы рассматривали боевое искусство с точки зрения здоровья-сбережения, что используют все упражнения для того, чтобы наше тело наиболее эффективным образом функционировало, не только как тело, как физически, как объект, но и сознание наше там, да? Ну, правильно, несколько тысяч километров проехали, и, можно сказать, в другом одни козлы, да? Ну, есть такой стереотип, а мы только замечательных людей встречали. Да, только замечательных людей, да. Ну, и вот, допустим, стереотип тоже. Я не могу пока совсем тоже, ну, как бы в какой-то степени выйти из тех качеств, которые как бы меня передали в боевые искусства, ну, в качестве джюдо. Я даже, когда сейчас практикую вот эту идею здоровья-сбережения, я все равно вынужден переклиниваться на момент такой, ну, вот я вот сюда ухожу, потому что я защищаюсь и буду делать бросок. Ну, мне не совсем это нравится, вот, надо как бы выходить из этого качества, ну, если я пропагандирую, так сказать, проект здоровья-сберегающей технологии, и... Ну, сам себе придумал. Сам себе придумал. Входить-входить. Ну, мне понравилось вот как Влад объяснял. Он говорит, вот там, держите руки мне. Ну, вот я говорю, держите, а он держит легко. Вот я говорю, нет, надо держать так, как будто у меня в руках вилки. Вот Влад очень жестокий. Он берет в руки вилки и говорит, держи так, чтобы я тебя не смог зарезать. То есть, вилками проткнуть досквозь. И парень от страха просто так схватил его руки, что у Влада руки посинели просто, и все, кровь перестала течь в кисти рук. Попробуй освободись. Да, попробуй освободись. А я сразу рассмотрел тут другой. Ну, это фишку. Оставим? А это сами, это индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия. Все вроде рассказали. Да, спасибо. Да ничего не хотелось? Я поддакивал по мере беседы. Я устал говорить. Я у тебя хотел интервью брать. А дал сам. Это Айкидо? Айкидо. Здоровье сбережение, да? Пипасана я подхожу к практике молчания. Может, следующие сюжеты. Айки, кто сидит, молчи? Айки, кто-то что-то сказал. Спасибо, Роман, что сегодня приехал. Я имею в виду, что провели занятия. На детей посмотрел, на мероприятия поучаствовал. То есть, не то, что мы в проекте, а и завершился он в Московской области. То есть, все так совпало. Так что, если это нужно, то оно легко. А если оно не нужно, то оно тоже легко. Но опять мы смотрим как-то. И не удержался, я и показал, чтобы действительно здоровье сберегающее. Потому что не всегда много-много-много-много-много дел приведет к хорошему результату. То есть, иногда лучше использовать минимальные усилия, максимальные результаты. Другой бы спорил. Спасибо. На этом остановимся. Пойдем спорить. Если вам было интересно, смотрите. Перематывайте. Да, перематывайте и смотрите. До свидания.